В Алтайском крае, как и во многих других регионах России, увеличилось количество заболевших коронавирусом. На сегодня у нас, если регистрировались единичные случаи, до трех, пяти, семи случаев, сегодня мы немножечко подросли. Мы теперь уже вышли за 10 случаев, у нас 11, 12, 18, 20 случаев регистрируются каждый день. Но штамма у нас не зарегистрирована. Мы пока из той информации, которую мы имеем от нашего управления Роспотребнадзора, это штамма Микрон. Около 130 человек получают лечение. Из них чуть больше 30 на стационарном лечении со средней тяжестью заболевания. Пациенты не находятся в отделениях реанимации и на аппаратах ИВЛ, подчеркивает эксперт. С 1 сентября мы считаем, у нас открывается эпид-сезон по заболеваемости распространению новой коронавирусной инфекции, гриппа и ОРВИ. Я хочу сказать, что у нас заболеваемость новой коронавирусной инфекции почти в 50 раз ниже, чем была в прошлом году. Уровень заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями соответствует средним многолетним показателям. Однако большинство жителей краевой столицы с пониманием относятся к росту заболеваемости и делятся советами, как перенести этот эпид-сезон. Я думаю, что теперь так и будут вирусы. Ну, коронавирус, еще какой-то вирус, но я думаю, что они так и будут. Теперь нам надо всегда быть на чеку, стараться себя подготовить к этому. А что для этого делать надо? Ну, чтобы иммунитет повышать, питание, гулять, то есть все. Ну и если понадобится, опять же и маски наденем. Я уже двумя вариантами коронавируса переболел, так что мне как-то тоже пофиг. Я болела всеми коронавирусами уже. Прививка у меня была. Новую прививку не буду ставить. Почему? Ну, потому что я болела после нее, так же, как и все. Переболел, но это было легко. Теперь не чувствую запахов немного. До сих пор? До сих пор. Что касается ограничительных мер, их пока нет. Ограничительные мероприятия в случае превышения, устойчивого превышения эпидемического подъема, они вводятся дополнительно. То есть тогда, когда эпид-порог, если мы в течение четырех недель будем превышать, управление по Алтайскому краю Роспотребнадзору может принять такое решение и вводить как раз ограничительные мероприятия. Но это не надо вспоминать тот локдаун. Масочный режим не так страшно. Страшно пару пропускать. Ограничения дистанционно неудобно учиться. Применительно. Маски вообще не выношу. На лице это. Для меня это. У меня повышенный рвотный рефлекс. Я страдаю невероятно. Но я их принимаю. Да по мне уж лучше переболеть. Господи, набить собак. Натопить жира и вылечить эту гадость. А пока специалисты призывают получить профилактические прививки против гриппа. Вакцины есть во всех поликлиниках. А вот бесплатной вакцины от ковида в регионе пока что нет. Желающие смогут поставить прививку платно. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.